Всем привет! Сегодня поговорим о том, хорошо ли жить в Турции. В частности, я живу в Стамбуле, буду ориентироваться в своем рассказе на этот город. Турция очень-таки разная, провинция. Это одно вообще культурное срез, одни люди, да. Туристическая зона вообще другие люди, и менталитеты поведения, привычки, отношения и так далее. Стамбул это вообще третья история отдельно от себя, особо неком. В общем, везде по-разному. Будем говорить про деньги, про жизнь, как человек, живущий здесь, и я немножко про это расскажу. Есть люди довольны и недовольны. Кому не нравится, те, конечно же, уезжают. Я, как считаю, может быть, это ко мне пришло с возрастом, с временем, что я здесь, с опытом моим, да, что я здесь пожила. И вообще я пришла, да, к выводу, что где ты ешь, скажем так, да, некрасиво гадить там, где ты ешь, да. Если тебе не нравится, критиковать тоже, обсирайте, где ты сейчас находишься. Это просто некрасиво, некультурно это делать. Уезжай, если тебе не нравится, делай свой выбор, правильно? Есть неоправданные ожидания людей, когда они себя супер много нафантазировали, и реальность не вяжется с тем, что было в их фантазиях и в голове. Вот это разочарование, это больше процент тех людей, которые критикуют, которым не нравится, которые просто говном поливают, ну, будем брать частности, Стамбул, жизнь в Турции. Люди едут всегда с ожиданием, что будет легко, просто, дешево, до всего договориться можно. На самом деле все не так. Уже давно все поменялось, стало очень дорого. Сейчас здесь не хотят видеть иностранцев. Я говорю по-честному, как есть, не то чтобы против прям радикально ненависти, нет, но не ждите, что у вас тут вот так с распростертыми объятиями. Сколько я рассказываю про инфляцию, про цены на жилье, чем сейчас страдают местные жители. Да, мы мучили, блин, год инфляции, да, страдали. А сейчас, когда поехал поток иностранцев, то у нас здесь увеличилась стоимость на аренду жилья, еще такой комбо сверху. Естественно, в поднятии вот этих цен на жилье, это во всех странах, куда приехали беженцы, но, блин, это не очень приятная история. И вот это вот ощущение раздраженности местного населения, оно есть везде и в других странах, куда приехали беженцы. Турция вообще не исключение. Здесь очень хорошо компенсирует менталитет людей. Я вам сразу говорю, переезжать очень тяжело, трудно и дорого. Первое время будет тяжело и мне все не нравится. Вам здесь нормально будет через первых полгода-год адаптации вот этой острой. Когда у вас будут уже готовы все документы, будет понятно с жильем, вы поймете, какие цены, свой бюджет, скажем так, подобьете под реалии, которые здесь есть. Понимаете, сколько вам за что платить и тратить. Если у вас есть деньги, то вам будет здесь кайфово. Теперь вот в этом моменте, когда кайфово-то наступит. Кому как хорошо жить в Турции, когда говорят, типа, вот не тот уровень. Ну, блин, едьте в Дубае, в конце концов. Вот, пожалуйста, там тоже Восток. Вот там дорого, лакшери, пожалуйста, вас там ждут. Здесь другая история, здесь про душевность, про культуру, про недорого можно так даже выразиться. Но в Стамбале дорого все равно. Это уже уровень цен московских все равно. На питание все равно дешевле, а вот уровень жилья там и всего прочего выше. Такой же, как и в Москве сейчас. Короче говоря, с деньгами везде хорошо. Не важно, где ты живешь. И Турция не исключение. Когда хаят уровень образования, садики, школы. Это тема, в которой я варюсь, да, материнская тема. Когда говорят, ой, у вас здесь нет нашей еды. Блин, а почему она здесь должна быть? Это другая страна. Ваша еда у вас дома. Здесь другое. Другая культура, питание и так далее. Ее и не должно здесь быть, если что. Короче говоря, это обычные люди. Я понимаю в Стамбуле, что если у тебя есть деньги, будем говорить по-честному, то ты можешь себе позволить здесь хорошую жизнь, обустроить себе социум, людей. Все у тебе будет нравиться. Тебе здесь будет хорошо, когда у тебя есть деньги. По-честному. Потому что, имея деньги, ты можешь снять или купить жилье в хорошем, приличном месте. В хорошем районе Стамбула. Это очень многогранный город. И есть очень классные места, где есть. И даже не район, а именно сите, да, в котором ты будешь жить. У тебя будут очень классные, хорошие соседи, адекватные, приветливые. И можно жить на соседней улице в другом сите, в другом типе домов. Или там, где старые какие-то дома. Или там такой супер-не-супер какой-то райончик есть. Где люди с другим поведением, с другим социальным уровнем, с другими отношениями тебе могут уже не нравиться. У них уже есть какие-то свои загоны определенные. Благодаря деньгам ты можешь оплатить, если у тебя есть хороший садик или школу образования своему ребенку. Тем самым и место, где ты живешь, и школа, это социум, который окружает твоего ребенка. Те же дети, учителя, отношения. Это не про то, что вот платишь деньги, и тебя любят за деньги. Нет, ты, тратя деньги, приобретаешь качество жизни и качество людей, и их воспитание, которые тебя окружают. Да, когда у тебя есть деньги, ты можешь пойти в дорогой магазин с дорогими иностранными продуктами. У тебя не будет вопроса, наших продуктов здесь нет. Они здесь есть, либо в дорогих магазинах, но они тоже, кстати, сетевые, они есть, по городу, по стране, вообще есть, потому что нужно онлайн заказывать. У нас есть здесь ярмарки наших продуктов из стран СНГ, пожалуйста, в Инстаграме аккаунты всякие, заказы. Но они, я сразу говорю, в три раза дороже, чем у тебя на родине это стоит. Но это еще вообще-то сюда привезти надо, отправить, как бы вы тоже закладываете. Цены тоже не просто с потолка просто так берутся. В общем, здесь есть все, если у тебя есть деньги. Очень важно, в каком ты районе в Стамбуль живешь, в каком сете. Вот у меня, где я живу, я сразу сказала, окей, район у меня Бахча-Шахир, это отдаленный город, потому что Бахча-Шахир, Шахир город. Это отдаленный район от центра, это для людей, у кого есть машина, это тому, кому не надо часто ездить в центр или там, а-ля только по выходным. Очень спокойно, очень зелено, много парков, классные детства, это все для семей, семейная, детская и культурная. Да, если мы берем район, смотрим, кто здесь раньше, вот это интеллигенция 20-30 лет назад, интеллигенция турецкая. Писатели, журналисты, музыканты, вот это вот культурная прослойка. И, соответственно, и люди, это их дети здесь живут, их родственники, если они там кланова как-то. Вот эта категория людей качественная. Но в моем сете, где я живу, у меня нормально с соседями, адекватные, культурные и так далее. Через две улицы я знаю девушку, она переехала с двумя детьми, она совершенно другое качество людей. И там сете, но она другого типа. Там старый Бахча-Шахир, там есть категория жилья социального. То есть люди, которые живут в тех квартирах, они их не покупали, они им достались либо по наследству, либо по социальному расселению. И, короче, это определенный уровень культуры, где могут материться, плевать семечки, ругаться. Дети такие же у них выросли, да. Обижают других детей, у них там терки детей во дворе, короче, происходят, потому что они иностранцы, их не принимают и так далее. У меня две улицы расстояния. У меня во дворе принимают иностранцев. У нас живут арабы, например, которых не очень, скажем так, да, любят. Они принимают всех, нормально общаются, тусуются. У нас в районе очень много приехало афроамериканцев. У них тоже живут во дворе. В нашем топе, не во дворе, да. Во дворе вот это тусу. Здороваются, общаются. Другой срез. Да, цена жилья другая. И вот этот социальный срез вам показывает уровень жизни. Другой. Люди могут себе позволить вот это. И у них другая культура воспитания. Везде есть хорошие и плохие. Но, блин, я... Это звучит очень капиталистически. Может быть, неприятно, назовем так, и больно. Но это правда жизни. Турция, Стамбул в частности, крупные города. Анталия, Стамбул, Анкара, естественно, Измир. Ну, какие еще. Ну, какие-нибудь любые. Бурсы, например, та же самая. И это все про социальный уровень жизни человека. Это все тебя встречает, ну, не прям по одежке. Можешь себе позволить, у тебя будет культурная хорошая жизнь. Не можешь, тебе будет тяжело и плохо. Если мы берем провинцию, там все попроще, меньше расстояния, люди победнее живут. Соответственно, они более душевные, где-то ближе. Но уровень культуры будет ниже. И когда в комментариях, это очень сильно чувствуется. Какая у всех разная Турция. Из этого мы можем сделать вывод. Стремитесь детям давать хорошее, качественное образование. Настраивайте их на это. Вкладывайте, что им это нужно. Вы работайте. Детям вкладывайте знания в голову, что им нужно образование. Нужна хорошая работа. Чтобы позволить себе уровень жизни определенный. Чтобы не жить, скажем так, в неком ущемлении, страданиях и так далее. Я сразу предупреждаю 100%. У кого денег впритык? Кто планирует переезжать в Турцию и не знает, чем он будет заниматься? Где он будет работать? У меня есть там какой-то микро доход с родины капает. Но мне хватает только типа Аля на аренду жилья. Я сразу говорю, вам будет здесь трудно, особенно в Стамбуле. Дорого жить. Без машины очень тяжело. Огромные пробки, трафик, все прочь. Только жить по линии метро. И у вас будет больше разочарования, негативных эмоций. Может быть, лучше не надо пытаться сюда ехать. Едите куда-то где попроще, подешевле. Очень много узнавайте информации перед приездом. Я вас сразу готовлю, что у вас могут быть разочарования, неоправданные ожидания. Пьес сам по себе трудный момент. Моральный, психологический отрыв от своей родины, семьи. Но еще столкнуться с бытовыми финансовыми трудностями в новом месте. Когда тебя не понимают, или ты не знаешь еще язык. Это очень-очень трудно. Очень. Поэтому просто, скажем так, рассчитывайте. Откладывайте деньги. Хорошо просчитывайте бюджет. Залог мягкого переезда и хорошей адаптации – это ваша финансовая подушка. Потому что здесь Турция. Здесь везде сват брат. Здесь везде можно куда-то заплатить. Кого-то попросить за денежку и так далее. Договориться, решить какой-то вопросик, моментик, где-то помочь. Без помощи вы не останетесь. Но за помощь надо платить незнакомым людям. Если у вас из родственников и друзей нет. Вот я про это. Будьте к этим тратам тоже готовы, что у вас на это будет уходить. Но когда вы это все устаканятся и решите эти вопросы, вам здесь, скорее всего, понравится. Потому что Стамбул, в частности, я обожаю. Я вообще ни разу не жалею, что у меня так сложилось. Случайно жизнь я здесь оказывала. По сути, случайно. Я сюда никогда не стремилась. Так сложились обстоятельства. Но Стамбул это классный климат. Мягкая зима. Я даже люблю дождь, который здесь зимой идет. Потому что это не лютый снег и морозы. Это круглый год фрукты и овощи. Фрукты сезонные, но овощи круглый год. Прекрасного качества. Это возможность на рынке. Да, поднапрячься, но съездить на рынок или за город. Подкупить масло, молоко, яйца. Все нужно там мясо и все прочее из деревни. Настоящее, живое, полезное. У тебя есть возможность выйти в культурную жизнь. Здесь есть культурная жизнь в Стамбуле. Есть театры. Дофига музеев. Музеев под открытым небом. Есть где погулять, что посмотреть. Очень много всякой социальной жизни кафе и ресторанов. Просто на каждом шагу. Для детей есть парки. Есть детские развлечения. Также детские там всякие театры и все прочее. Стамбул это час на машине. Ну или там на транспорте. У кого как, да. Или там в аренда машина или на автобусе. Море. И ты уже на курорте в чистом море плаваешь. Два часа. Эгейское море. Мраморное. Эгейское. Уже граница там Греции выезд из страны. Чистота, красота. Кемпинг, пожалуйста. Бери в аренду дом. Машина это дом, да, на колесах. Бери палатку. На велики ездят. Иностранцы из Европы приезжают на великах, путешествуют. Живут в палатках. На мотоциклах. Все здесь есть. Прыгать с парашютом. Пожалуйста. Прыгать с обрыва. Вот это с парашютом. Вот это, не знаю, скайдайвинг. Как это называется. Тоже, пожалуйста. Все, что ты хочешь. И реально, живя в Турции, это кайф. Не хочется никуда путешествовать и уезжать. Здесь можно уезжать путешествовать в Европу. Просто погулять, посмотреть европейских улочек, понаслаждаться атмосферой, людьми, обществом. Не знаю, там, может быть, косметику какую-то купить, кому нужно. И чего здесь нет. Но сейчас очень много всяких брендов. Все можно, в принципе, достать. Ну, окей. Там супер-финдиперстовое что-то, чего здесь нет. И все. Больше не надо. Реально нет желания куда-то уезжать в теплые страны. Потому что он здесь есть. И разных абсолютно направлений. На любой кошелек. Так что везде хорошо, когда у тебя есть деньги. Поэтому стимул их зарабатывать, копить, откладывать, планировать более детально, например, свою иммиграцию, переезд, релокацию, как сейчас модно называть. Я вам всем желаю в этом удачи. Если кому-то нужна моя консультация психологическая, на почте тема письма консультации. Я с вами пообщаюсь. Если кому-то нужны советы по переезду и все прочее, то же эта тема может быть нашей консультацией. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, продвигайте видео в соцсетях. Спасибо вам большое за внимание. Всем пока.